МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возбуждено уголовное дело. Бойца Росгвардии нашли мертвым. Чемельский заключенный попытался перерезать себе горло во время заседания. Мужчина принес лезвие в суд Центрального района из СИЗО и попытался свести счеты с жизнью, но не успел. Его доставили в больницу. По данным нашего источника, мужчина обвиняет в продаже наркотиков. Елизавета Болдырева с подробностями. Грозит ему без малого до 20 лет лишения свободы. По некоторой информации, в зал заседания мужчина во рту пронес лезвие от одноразовой бритвы. Использовать такие станки в изоляторе разрешается. Но почему конвой не обнаружил опасный предмет, это пока остается загадкой. Судебных приставов на заседании не было. К данному заседанию судебных приставов не привлекали, так как в судебных процессах они участвуют только по отдельному распоряжению судьи. Информация о происшествии поступила на пост судебных приставов, где осуществляется пропускной режим, откуда сразу же была вызвана скорая помощь. По некоторым данным из зала суда, заключенный попал в реанимацию. От официальных комментариев полицейские отказываются, но по данным нашего источника во внутренних органах, там сейчас проводится внутренняя проверка. Елизавета Болдырева, Александр Клыков, ОТВ. Магнитогорский мать оставила грудного ребенка в запертой машине. Прямо на солнцепеке надрывающийся от плача младенец взволновал прохожих. Очевидцы начали разыскивать мать ребенка, но спустя несколько минут она сама подошла к автомобилю. Из салона авто доносится плач. Инцидент сняла на видео местная жительница и опубликовала ролик в одной из соцсетей. Ребенка отвела в садик, иду домой, и тут такая картина. Слышу дикий захватывающий плач малыша, смотрю, он в машине закрытый лежит. На него солнце припекает, я в шоке. Сколько было уже случаев с закрытыми детьми в машинах, ничему мамаш не учат. Очевидцы стали разыскивать маму грудничка. Думали, что она повела старшего ребенка в садик. Позже она сама вернулась к машине, пояснив, что была в магазине. Переживаний прохожих женщина не разделила. Заявила, что оставила щелку в окне, поэтому малыш бы не задохнулся. А я отмечу, что в стране действует закон, который запрещает оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица. За это нерадивым родителям грозит штраф. А закон приняли после череды вопиющих случаев, которые произошли чуть ли не во всех регионах страны. В некоторых городах родительская беспечность и вовсе обернулась в настоящей трагедии. Вот некоторые из них. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И к другим темам. Женщину-пешехода сбили на дороге в Челябинске. Магдагорская легковушка едва не влетела в грузовик, который разворачивался на перекрестке. Обо всем по порядку Константин Гришенков расскажет. Эти кадры сняты на АМЗ в Челябинске. Здесь, уверяют жители города, сбили женщину. Дама якобы была пьяна, благо она осталась жива. А на въезде в южноуральскую столицу не разъехались Хендай и Жугули. Отечественная легковушка явно ехала следом за иномаркой и протаранила ее сзади. В итоге Хендай вылетел на обочину. По предварительным данным обошлось без серьезных травм. А магнитогорцы жалуются на нечистоплотность своих земляков. Вот дверь иномарки открывается. Мусор из автомобиля летит прямо на дорогу. После машина, как ни в чем не бывало, уезжает. Снова город Металургов. Хозяин регистратора едет во втором ряду. Автор видео обгоняет иномарка. Ее водитель начинает резко тормозить. Хозяин регистратора перестраивается в правую полосу. Водитель иномарки следует за ним. Автор видео предполагает, что автомобилиста не устроила ситуация на дороге. Магнитогорск. Хозяин регистратора на зеленый сигнал светофора выезжает на перекресток. В этот момент там маневрирует грузовик. Он оказывается поперек дороги. Автор видео успел вовремя затормозить, так что ДТП удалось избежать. Город Металургов. Хозяин регистратора едет прямо. В этот момент водитель отечественной легковушки справа решает повернуть налево. Но делает это из крайней правой полосы. Благодаря быстрой реакции автора видео аварии не произошло. Константин Гришенков, Елизавета Болдырева, ОТВ. Переходим к новостям судебным. Крупная продуктовая сеть против Челябинки. Женщина уверяет, что работала в супермаркете, отказалась переходить в другое отделение. Такой ответ якобы работодателя не устроил, и он устроил травлю. Выписывал несправедливый штраф, и теперь дама намерена вернуть деньги. Вот та самая женщина. С апреля прошлого года она работала специалистом видеонаблюдения в службе экономической безопасности супермаркета. В ее обязанности входило выявлять нарушения в торговом зале магазина. Меньше чем через год сотрудницы предложили перейти на работу в другую точку. Но та отказалась. После этого якобы началась травля. Женщине урезали рабочие часы и, соответственно, зарплату. Пытались заставить выполнять дополнительную работу. Но дама отказывалась. Затем и вовсе наложили штрафы за нарушения, которых, уверяет, не совершала. То, что я выходила без досмотра, это чистый обман. Я не нарушала. Я не выходила без досмотра. Я проходила мимо охраны в раздетом виде. Я спускалась. Выходила, вы сами видите, на 2-3 минуты и заходила обратно. Теперь через суд женщина намерена вернуть деньги, отданные в счет штрафов. Всего около 9 тысяч рублей. Следующее заседание назначено на 11 июля. Тем временем в Миасе вспыхнул садовый домик. Это произошло ночью. Пламя было видно за сотни метров. Происшествие попало на видео. Сообщение о возгорании пожарной получили в 11 часов ночи. В садовом товариществе «Урал-2» вспыхнула кирпичная дача. Пламя удалось быстро потушить. Обошлось без жертв. От огня пострадали перекрытия, кровля, внутренний отдел кости. Сгорели личные вещи хозяев. По предварительным данным, причина ЧП – нарушение устройства и эксплуатация электрооборудования. Тело пропавшего бойца Росгвардии нашли в озере Кумкуль Аргоярского района. Мужчина отдыхал с друзьями на природе, ночью пропал. Его начали искать родственники-волонтеры. И сегодня стало известно, что старшего сержанта нет в живых. Тело бойца Росгвардии обнаружил отец одного из друзей. Он тоже участвовал в поисках. Родственники погибшего считают, что его избили и бросили в воду. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Друзей погибшего допросили на полиграфе, но предварительно он ничего не показал. Напомню, старший сержант пропал ночью 24 июня. Он отдыхал на природе с товарищами, а между ними произошла ссора. После мужчину никто не видел, его мобильник был отключен. И завершил выпуск хвостатами. Овчарка по кличке Агата помогла задержать грабителя. Преступник проник в открытую квартиру и украл телевизор. Служебная собака вывела стражи порядка на нужную квартиру, где и скрывался злоумышленник. Пятилетняя Агата без труда найдет преступника. Похищенные вещи весь день немецкой красавицы распланирован буквально по часам. Подъем в 6 утра, завтрак, тренировка и выезд на работу от самого детства. Ее учили защищать людей. Была квартирная кража совершена. Просто гражданин забыл закрыть дверь. То есть, приехав с собакой на преступление, на место происшествия, собака показала путь отхода просто на этаж выше, где довела до квартиры и где был обнаружен телевизор похищенный. В Чернисской области вместе с сотрудниками полиции несут службу 60 собак. Это бортер-коли, испаниели, немецкие и бельгийские овчарки. Они чувствуют запах на расстоянии до 1 километра от их источников и могут с легкостью найти человека, преступника, наркотики. На этом у меня все-таки были новости. На этой неделе итоги подведем в воскресенье в 22.45. Хороших выходных! Кристалл. Территория стильной одежды и обуви. Наши консультанты легко подберут идеальный образ на любой случай жизни. Мы следим за последними трендами в мире моды. Вас ждут эксклюзивные коллекции и еженедельные обновления ассортимента. Если шопинг, то Кристалл. ТРК Гагарин Парк. Второй этаж. Продолжение следует...